Здравствуйте, дорогие друзья! В субботу 8 октября исполнилось 53 года телевидению Якутии. Это событие послужило поводом для приглашения на интервью в качестве гостя программы, человека, который вам всем, безусловно, хорошо знаком. Журналиста, телеведущего, президента клуба путешествий Михаила Кожухова. По скайпу из Москвы, соединяя возможности телевидения и интернета. Михаил, здравствуйте! Здравствуйте! Михаил, еще одним поводом для нашей встречи послужила недавняя премьера вашего фильма «Севморпуть. Дорога во льдах». Всем рекомендую его посмотреть. Но как долго вы работали над этим проектом? Ну, можно сказать, два года. Два года? Да, это было связано с тем, что мне же надо было отснять «Севморпуть» с берега. И, учитывая российские расстояния, было очень сложно сделать. Поэтому за первую навигацию я успел добраться до «Диксона» на исследовательском судне Архангельского университета. Это три недели в «Северных комарях» с высадками. Потом в межсезонье до «Дудинка» и «Норильск». И за вторую навигацию Якутия. Ну, не Якутия, а Чукотка. В фильме вы цитируете Нансена. Арктика – это страна льда и ночи, ужаса и смерти. Вы бы сейчас согласились с этим высказыванием? Или, может быть, дополнили его чем-нибудь? Ну, да, хотя это можно продолжить. Это страна подвига, высоких идеалов, правильных людей. Страна какого-то братства, которое возникает в экстремальных условиях. Ну, и много чего другое. Эта формула многое прощает. Хорошо, давайте поговорим о телевидении вообще и в частности. Михаил, а вы смотрите телевизор? И если да, то что? Я смотрю, как... У меня есть несколько героев. Это там Брюс Виллис, Стетхен и еще несколько парней, которые в начале фильма должны какой-нибудь нехорошего человека ударить по лицу. И я смотрю честно, как ребенок, жду, придя к концу фильма или нет. Все остальное я не смотрю. Я посматриваю, естественно, новые форматы, которые появляются. Ну, это обязательно. Ты не можешь работать шеф-поваром в ресторане, не зная, что готовят другие. Вот. Но смотрю, тем не менее, в основном боевики. Вы бывали во многих странах. Вот сравнивая российское телевидение и, скажем, европейское, ну или там, не знаю, мексиканское, в чью пользу сравнение. Кстати, коллеги с федеральных каналов всегда высказывались за отечественное телевидение. Нет, я не соглашусь с этим. Я знаю там, в силу определенных причин, там, бразильское телевидение, просто потому что я там работал в этой стране и смотрел ежедневно, это гораздо более качественное телевидение, это гораздо более осмысленное, хотя не менее, а может быть даже коммерциализированное. Я часто бываю в Европе и могу сказать, что, например, во Франции по одному из ведущих каналов в прайм-тайм в 9 часов вечера я видел фильм о российском родильном доме где-то в Смоленской области. Вот они считают, что такое кино для французов может идти в прайм-тайм, а у нас на телевидении считают, что, условно говоря, «Дам в Вальдах» или другой какой-то серьезный фильм должен идти в 3 часа ночи. В этом принципиальная разница. Ну, мы сейчас говорим, конечно, о федеральных телеканалах. А если сравнивать общероссийское и региональное телевидение, согласились бы вы, что региональное телевидение, ну, во всяком случае, ближе к зрителю? И какие еще его особенности вы бы подметили? То, что ближе к зрителю, совершенно точно. Но что хорошего есть в региональном телевидении, которое я знаю, ну, только потому, что у меня время от времени приглашают в конкурсы каких-то телевизионных, ну, телевизионные конкурсы. Я, как и жюри, смотрю довольно много работ региональных коллег. Вот что нравится мне в этом совершенно точно, при том, что есть, конечно, иногда чувствуется какой-то налет там, ну, в плохом смысле слова, провинциальности, да, там, недостатка опыта и так далее. Там есть то хорошее, что было в советской журналистике, и что начато потеряла нынешняя федеральная журналистика, и это именно главное ее предназначение. В центре находится человек, потому что человек должен быть исследованием, объектом исследования телевизионной журналистики в первую очередь, а все остальное в вторую очередь. Вот в региональном телевидении, безусловно, есть. Конечно, но вот еще вопрос. Нет ли, на ваш взгляд, некого диссонанса в том, что, с одной стороны, молодежь все меньше смотрит телевизор, предпочитая зависнуть где-то в интернете там или где-то еще, не знаю, а с другой активно штурмуют журналистские факультеты, преодолевая огромный конкурс и мечтая оказаться телеведущими по эту сторону видеокамеры? Ну, это, мне кажется, детское. Это с ранее желание девочки стать моделью. Это какое-то, типа, стремление выйти на площадь и сказать, посмотрите, какой я замечательный, умный, красивый. И так далее. И это, к сожалению, заканчивается. Конечно же, я не задавал вам вопрос, но я уверен, что большинство ваших коллег дамы. Так или нет? Да, это так, да. Ну, да, это беда, это беда телевидения, особенно в регионах, оно становится все более и более женской профессией. По разным причинам. В том числе и по экономической. Потому что на самом-то деле, на самом-то деле платят мало, а человек, естественно, чем старше, тем он выбирает какое-то в себе применение, которое корлит его, семью и детей и так далее. Давайте о мужском. Вы долгое время работали с обкором комсомольской правды в Афганистане во время войны. И в своей ленте «Время че для страны А» Вы довольно четко отделяете начало боевых действий, штурм дворца Амина 27 декабря 1979 года от самой войны и ее последствий. Ну, смотрите, с точки зрения военной операции, это действительно была блистательная, одна из самых успешных операций такого рода в новейшей истории. И в них из всех, кто принимал участие в штурме дворца, только один человек был участником Второй мировой войны и имел опыт, ну, реальный боевой опыт. Все остальные были, при том, что их готовили, при том, что они там стреляли в тире, играли в войну. У нас были мальчишки, которые справились с поставленной задачей. И тут надо точно понимать, точно надо понимать, где проходит линия раздела между ответственностью бойца, спецназа и ответственностью политика, да, или взглядом историка. У них, конечно, есть своя правда. Им был поставлен приказ. Это люди, предназначенные для того, чтобы выполнить приказ, они его блистательно исполнили. А не их вина в том, чем это все закончилось. Давайте о ваших увлечениях. Рафтинг. Вы сплавлялись в этом году? Да, да, я сплавлялся. Это был, в общем, вот такой героический сплав. Значит, следите за мыслями. Я долетел до Магадана. Оттуда проехал 400 километров до Сусумана, на Магаданской области. Потом 200 километров на вездеходе до притока, притока Колымы. 400 весла, 400 километров, я прошел на веслах. И потом 200 километров, это уже была Якутия, нас подцепила моторка и довезла до Зырянки. Вот, и из Зырянки мы долетели до Якутска, и из Якутска уже домой. Так что это был такой, ну, прям экспедиция. Невероятной красоты река, просто река Амулевка. Она очень труднодоступна. Там на сотни километров никого нет. Медведей за два дня 10 штук. На 3 и день 11 пришел в лагерь. Хотя я убеждал своих товарищей, что медведи никогда не выходят в лагерь. Никогда будет медведь. Значит, он всегда убегает от человека. Никогда. И вы не волнуйтесь. Да, конечно, следов много, но они хорошие. Это вам не белые медведи. Но был очень красивый сплав. Вы давний коллекционер холодного оружия. Я надеюсь, якутскому ножу отведено почетное место в вашей коллекции? Да. Да, у меня дело в том, что один из моих афганских друзей, якут, героический парень, командир разного взвода, два уровня красной звезды. Один из немногих людей, с которыми я общаюсь из того времени, он меня как-то привез. Ну, а еще от одного я откажусь. Чем сейчас занимаетесь, Михаил? Ну, вот последний уже четвертый год, главное дело моей жизни, это клуб путешествий, который нескромно носит мое имя. В каком-то смысле... То есть клуб путешествий Михаила Кожакова. В каком-то смысле многие его растут из моих телевизионных программ путешествий, благодаря которым моя физиономия некоторым известна. Там есть всегда два элемента, которые были и в моих программах. То есть это, во-первых, знакомство с людьми. Второе, личный опыт. То есть все наши путешественники что-то сами делают так, как я это делал в своих проектах. И, наконец, последнее. У нас есть в группе душа компании. Иногда это я сам, а иногда другие замечательные и гораздо более душевные люди, чем я. Ваше пожелание коллективу республиканского телеканала НВК Саха. Вы сказали 53 года. 53. Ну, я... Я надеюсь, что якутскому телевидению удастся сделать то, что не удалось мне, что оно получит больше премий, чем получил я, станет гораздо более известным, чем это удалось мне. А самое главное, ну, еще больше, чем я, будет рассказывать о разных хороших людях, которых много на свете. Вот. Михаил Кожухов. Это была Арена События. Всего вам доброго. До свидания.